Девушки отдыхают В поединке сошлись легенды крупнокалиберного стрелкового оружия. Бельгийский пулемет «Браунинг-М2», бывший советский, а ныне казахский «Утес» и новейший российский пулемет «Корд». Первым стреляет «Утес». Ни одного попадания в цель. Знаменитый «Браунинг» проявил себя ненамного лучше. К удивлению зрителей, российский «Корд» поразил все предложенные мишени. Ни «Браунинг» нам, ни соперник, ни те образцы, которые применялись. После выставки в Абу-Даби стало понятно, пулемет «Корд» калибра 12,7 мм превзошел конкурентов как по точности поражения, так и по ударной силе. Характеристику суперпулемета «Корд» подтвердил и на второй день стрельб. Из-за песчаной бури в них отказались участвовать все фирмы. На огневой рубеж вышли только оружейники из города Коврово. И снова ни одной осечки и высочайшая точность стрельбы. Один рабский шейх, потрясенный увиденным, попросил дать ему «Корд» хотя бы на один день. Пулемет ему, конечно, не дали, но всем стало ясно. Уникальная школа русского автоматического оружия, завод имени Дегтярева, снова показала высочайший класс в крупном калибре. СНАЙПЕРСКИЙ ПУЛЕМЕТ 15 сентября 1916 года. Англогерманский фронт в районе реки Сомме. В 4 часа 30 минут перед немецкими окопами внезапно показалось несколько огромных ромбовидных коробок на гусеничном ходу. Ураганный огонь, открытый из германских окопов, не причинил стальным монстрам никакого вреда. Тогда закаленная в боях немецкая пехота дрогнула и бросилась прочь. За 3 часа боя в руках англичан оказался участок 25 квадратных километров. Небывалый результат для позиционной войны. Так состоялся дебют страшного супероружия – танков. В 1916 году в Америке впервые в мировой истории был разработан крупнокалиберный пулемет. Внешне он напоминал хорошо известный всем пулемет «Максим». Но небывалая мощь нового патрона, калибра 12,7 мм, позволяла ему в то время поражать все виды танков и бронемашин. Новый класс оружия оказался универсальным. Кроме бронетехники он мог бороться с самолетами. Установленный на танки резко повышал их огневую мощь. А в пехотном варианте его кинжальный огонь без преувеличения был убийственным. В том же 16-м году в Петрограде было учреждено первое акционерное общество оружейных и пулеметных заводов с российско-датским капиталом. Вскоре в городе Ковров началось строительство пулеметного завода, оснащенного по последнему слову европейской техникой. Бурные революционные события в России едва не привели к гибели уникального производства. Пошла гражданская война и по декрету Ленина на Ковровском пулеметном заводе решили реализовать новые предприятия по производству и выпуску российских пулеметных вооружений. На Ковровский пулеметный завод был назначен новый директор, генерал-майор артиллерии Владимир Федоров. Это был уникальный конструктор и ученый, создатель первого в мире автомата и основоположник советской школы автоматического оружия. На предприятие он приехал со своим лучшим учеником Василием Дегтяревым. Между старой и новой дирекцией началась настоящая война. Летом 19-го в результате поджога сгорел цех с уникальными иностранными станками. Это стало последней каплей. В том же году предприятие национализировало. Именно на Ковровском пулеметном заводе будут разработаны многие образцы автоматического оружия, в том числе самые знаменитые советские крупнокалиберные пулеметы. 27 октября 1927 года. Москва председателю арткома главного артиллерийского управления товарищу Сорокину. Секретно. Работа комитета по созданию средств борьбы с бронемашинами признана неудовлетворительной. К 1 мая 1929 года разработать пулемет калибром от 12 до 20 мм. За срыв задания ответите лично. Председатель Репфоенсовета СССР Ворошилов. Создание подобного оружия оказалось делом сложным, а выполнить задание в столь сжатые сроки не удалось. В 1929 году Красная Армия провела первые крупные маневры с участием бронетехники и самолетов. Стало очевидным, что пехота по-прежнему практически не имела средств борьбы с современной техникой. Нарком обороны Клим Борошилов вызвал к себе Василия Дегтярева, который прославился рядом удачных пулеметов и предложил ему заняться крупнокалиберным оружием. Уже через год пулемет ДК «Дегтярев крупнокалиберный» был принят на вооружение. Недостатком пулемета был большой вес и невысокая надежность. Свою помощь в совершенствовании образца предложил Георгий Шпагин, будущий создатель знаменитого автомата ППШ. Этому творческому союзу талантливых конструкторов суждено было создать легенду советского крупнокалиберного оружия – пулемет ДШК. Пулемет Дегтярева Шпагина крупнокалиберный ДШК прошел всю Великую Отечественную и стал легендарным оружием солдат-победителей. Это пулемет, который значительно повысил огневую мощь пехотных подразделений. Мировая известность к ДШК пришла только в 60-х во время Вьетнамской войны. 5 января 1963 года американцами в районе деревни Аббак была проведена первая масштабная боевая операция с использованием вертолетов. 15 винтокрылых машин должны были высадить мощный десант. Однако вьетнамские партизаны успели подтянуть к зоне высадки крупнокалиберные пулеметы советского производства и встретить вертолеты стеной огня. В этом бою американцы потеряли несколько вертолетов и всех успевших высадиться десантников. 28 августа 1965 года. Сайгон командиром вертолетных рот. Совершенно секретно. Особая опасность представляют крупнокалиберные пулеметы мятежников. При проведении десантных операций необходимо выделять особую группу штурмовых вертолетов для подавления выявленных огневых точек противника. Командир 1-й аэромобильной дивизии генерал-лейтенант Холкс. За пулеметами ДШК началась настоящая охота. За каждой из них американским солдатам давали премию и трехдневный отпуск. Из-за большого веса советского пулемета, около 160 килограмм, расчеты не могли быстро менять позиции и становились легкой добычей американской артиллерии и авиации. «Если вы стреляете из пулемета калибра 12,7, то будьте уверены, противник вас засек. А если он вас засек, то он вас очень скоро накрыл». В 1967 году советским правительствам была поставлена задача создать новый, более легкий, крупнокалиберный пулемет. Вот только решать ее доверили Нековровскому заводу, носившему имя одного из создателей ДШК, Василия Дегтярева. К тому времени самостоятельное проектирование оружия на заводе было прекращено. Новый крупнокалиберный пулемет был создан в Тульском центральном КБ и получил название НСВ по фамилии своих создателей Никитина, Соколова, Волкова. В войсках этот пулемет получил имя «Утес». Конструкторам удалось в три раза снизить вес относительно ДШК и повысить скорострельность, которая составила 800 выстрелов в минуту. Новый пулемет выпускали на заводах Украины и Казахстана. Спустя годы такая география сыграет злую шутку с создателями. Возрождать традиции конструирования крупнокалиберного оружия придется уже новому поколению конструкторов-дегтяревцев. Но это будет позже, а тогда, в конце 60-х, они еще только выбирали свою профессию. Отец привел меня в Тульский политехнический институт, подвел к стендам, где были представлены номинования факультетов и специальностей. Я чисто случайно подошел к стенду с названием машиностроительный факультет и чисто машинально показал пальцем на специальность, которая была зашифрована аббревиатурой, состоящей из трех букв – АМУ. Только спустя два года на третьем курсе выяснилось, что загадочное отделение АМУ – автоматические машины и установки – готовит инженеров в области автоматического оружия. Вот так случайно Юрий Богданов стал конструктором пулеметов. Лично для меня как бы два праздника в моей работе. Это когда чертежи пошли в опытное производство, и я вижу, как рабочий станочник берет емкую заготовку и отсекает от нее лишнее, работая как скульптор, получает из нее деталь оружия. 1983 год. Во время боевых действий в Афганистане резко возросла роль бронетранспортера. Их мощное крупнокалиберное оружие делало их порой единственным средством поддержки пехоты. Основным вооружением БТРов был танковый пулемет Владимирова КПВТ калибром 14,5 мм. Но в условиях массового производства он оказался дорогим. Перед группой молодых конструкторов Ковровского КБ, в которые входил Юрий Богданов, была поставлена задача сделать пулемет более дешевым и простым в производстве. И с этой задачей они справились блестяще. Себестоимость составила примерно 50% от КПВТ такого образца. И кроме того, в качестве конструктивного улучшения по безотказности и надежности работы пулемета, особенно в затрудненных условиях, была установлена система охлаждения, которая позволила стрелять не 100-150 выстрелов с последующим охлаждением, а 300-350 выстрелов. Успех в работе над самым мощным советским крупнокалиберным пулеметом был отмечен на высочайшем уровне. В 1987 году Министерство оборонной промышленности поручило КБ завода имени Дегтярева усовершенствовать ИТОС. Изучив образец, конструкторы пришли к выводу, что пулемет проще не усовершенствовать, а заново конструировать. Через год группа Богданова разработала технический проект нового пулемета и даже изготовила эскизный образец. Но приступить к испытаниям макетного образца пулемета не удалось. 7 декабря 1988 года Михаил Горбачев в своем обращении к Организации Объединенных Наций заявил о громадном сокращении советских вооруженных сил и расходов на оборону. Только за один 1989 год предполагалось снизить объемы производства вооружений и военной техники почти на четверть. Оставшиеся без заказов предприятия военно-промышленного комплекса вынуждены были перейти на конверсию. В Афганистане еще шла война. Даже в небольшой город Ковров приходили похоронки. А группу Богданова неожиданно сняли с разработки пулеметов. Директор завода, так сказать, был такой эпизод, что вручил юбилейную медаль к 60-летию артиллерии. И сказал, Юра, это хорошо, конечно, делать пулеметы, но, ты знаешь, нужно сделать еще и швейные машины. Легкой промышленности страны действительно не хватало профессионального швейного оборудования. Это Богданову и его группе было понятно, но ведь их пулемет мог спасти тысячи жизней. И все же привыкшие подчиняться конструкторы взялись за решение абсолютно незнакомой задачи. Поехали на предприятие лёгкой промышленности, посмотрели образцы аналоги, так сказать, того, что предстояло создать. А создать нужно было не только повторить зарубежные аналоги промышленных швейных машин, но и превзойти их по ряду определенных свойств. Через три года выяснилось, завод имени Дегтярёва, чуть ли не единственный в отрасли, справился с конверсионной задачей. Посетивший ковров знаменитый конструктор автоматов Михаил Калашников был сильно удивлен тем, что дегтярёвцам удалось создать швейную машинку, не уступающую знаменитым мировым образцам. Михаил Тимофеевич, ну а что тут особенного? Там иголка, тут иголка, там строчит, тут строчит. В принципе, тут ничего особенного. Иголка это в бытовом номиновании, патрон это иголка. Но через два года оказалось, что теперь и швейные машинки стране уже не нужны. Дешёвая одежда из Китая и Турции заполнила российские рынки. Большинство же отечественных швейных предприятий оказались на грани банкротства. Пришло благодарственное письмо из Министерства лёгкой промышленности. Нас пригласил к себе директор предприятия. Зачитал это письмо. Сказал, молодцы ребята. Ну извините, денег на премии нет. В начале 90-х годов, после распада СССР, резко осложнилась ситуация с поставками в российскую армию крупнокалиберных пулемётов «Утёс». По нелепой случайности, оригинальная документация оказалась на казахском заводе «Металлисты», что делало его единственным законным владельцем прав на «Утёс». Попытка наладить производство пулемётов в России потерпела юридический крах. Из Министерства обороны поступило техническое задание на разработку своего варианта крупнокалиберного пулемёта. Весна 1995 года. После неудачного начала антитеррористической кампании в Чечне, пытаясь овладеть инициативой, федеральные войска столкнулись с мощным противодействием боевиков. В условиях партизанской войны особую роль приобрели опорные пункты, хорошо известные по Афганистану блокпосты. Крупнокалиберные пулемёты прекрасно зарекомендовали себя как основное огневое средство подобных пунктов. Но их по-прежнему катастрофически не хватало. 12 сентября 1995 года. Ростов-на-Дону, командующему Северо-Кавказским военным округом. Секретно. В ходе комплексной проверки выявлен нет и комплект частей пулемётами «Утёс», связанной со срывом сроков поставок из Казахстана. Командиры подразделений вынуждены отправлять танки в бой без зенитных пулемётов. Начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 58-й общевойсковой армии. Именно тогда и вспомнили об опытном образце Богданова, пылившемся в запасниках завода имени Дегтярева. Создать в одиночку универсальный пулемёт, который бы принципиально превзошёл все имеющиеся аналоги, было невозможно. Это понимало руководство предприятия, это понимал и сам Юрий Богданов. Поэтому была создана группа конструкторов, а новый пулемёт получил название «Корд». Это символическое наименование, оно не говорит ни о какой-то фамилии конструктора, это ковровские оружейники-дегтяревцы. Главным недостатком предшественников «Корда» была невысокая точность стрельбы. Так, например, пулемёт «Утёс» приходилось вкапывать в землю. В противном случае мощный импульс отдачи делал прицельную стрельбу невозможной. Чтобы создать по-настоящему снайперский пулемёт, конструкторам пришлось решить многочисленные инженерные задачи. Сидим мы, значит, вечером после работы, приходит Богданов, значит, из испытатель-стази, мужики, говорит, проблема, говорит, у нас, какая проблема? Ствол-то у нас, говорит, провисает, как провисает. А, говорит, проведение длинной очереди, прицелье длинными очередями, значит, он нагревается настолько, что, значит, здорово уходит в сторону. Проблема деформации при нагреве, резко снижающем точность оружия, существует у всех пулемётов. Как правило, её решали, используя сменный ствол. Но при таком подходе происходит утяжеление пулемёта. Для ковровских конструкторов такой путь был неприемлем. Задача решилась таким образом, что, значит, вот в этих местах, где есть присоединённые массы, были сделаны воздушные зазоры, которые, значит, позволили теплу, тепло, которое выделяется в процессе выставки, равномерно распределяется по сечению канала ствола. В результате, значит, деформации происходят во всех направлениях одинаково. То есть искривление ствола не наблюдается. С не менее сложной проблемой пришлось столкнуться при испытаниях автоматики нового пулемёта. Неожиданно стали возникать необъясненные задержки стрельбы. При досылке патрона происходила деформация гильзы, что и приводило к задержке. При внимательном рассмотрении смятая гильза напоминало ухмыляющегося Мефистофеля. Дефект получил название «Улыбка дьявола». Что только не делали конструкторы, но им никак не удавалось стереть мерзкую ухмылку. Пришлось поменять многие узлы и даже ввести новую деталь – пружиноотражатель, пока пулемёт, наконец, не заработал без задержек. С тех пор конструкторы шутят. Нашему корду сам чёрт не брат. В 1997 году начались государственные испытания нового пулемёта. «Корт» вобрал в себя лучшие качества всего класса оружия. «Корт» может устанавливаться на любой автомобильной и бронетанковой технике – вертолётов, катерах и морских судах. При необходимости он легко может быть снят со станка и использован непосредственно в пехотном строю. В обороне новый крупнокалиберный пулемёт существенно повышает мощь огня пехотного подразделения. Здесь главным качеством корда является огромная дальность прицельного огня, что позволяет удерживать противника на расстоянии, превышающем ведение эффективной стрельбы из обычного оружия. Ну и ещё очень важная задача, которую мы решили. Я думаю, что оснащение подразделений таким пулемётом сохранит жизни бойцов. Попробуйте повоевать, если наш пулемёт позволяет вести эффективный огонь на дальностях километра, полтора километра. На пулемёте предусмотрена установка оптического и ночного прицелов. Конструкторам удалось достичь потрясающей точности. И по отзыву бойцов спецназа, пулемёт способен выполнять роль даже снайперской винтовки. В качестве основного боеприпаса используются бронебольные патроны, которому не могут противостоять не только бронежилеты, но и боевые машины. Очередь из пулемёта в буквальном смысле не оставляет камня на камне от критичной стены. В этом смогли убедиться бойцы отряда быстрого реагирования, пресекая нелегальный нефтяной бизнес в Чеченской республике. Подрывали нелегальные мини-заводы по перегонке нефти. По бочке большой ёмкости, очень плотно стоял в вагоне. Она давление очень большое выдерживала. Ну, сами представляете, какая она. По КВТ стреляли, она давала, но она как в конической форме. И пули уходили решетом в небо, а из него эту бочку прожёг. При всей мощи корда его вес и небольшая отдача позволяют вести огонь с лёгких сошек, а при необходимости даже с рук. Такого в истории крупнокалиберных пулемётов ещё не было. Некоторые военные предполагали, что стрелка из крупнокалиберного пулемёта на сошках должно отдачей отбрасывать на несколько метров. Просто в этом случае предлагали самому опробовать и пострелять. Это поначалу было так. И когда он вставал, он говорил, что усилие отдачи из охотничьего оружия более ощутимее, чем с пулемёта. А на будущие стрельбы мы демонстрировали стрельбу, когда лёжа среднего веса девчонки стреляли с пулемёта «Корт». В 1997 году пулемёт «Корт» — крупнокалиберное оружие дегтярёвцев — был принят на вооружение российской армии. В конце 20-го столетия конструкторам удалось создать лучший в мире образец, по сути, новую легенду крупнокалиберного оружия. Душа конструктора не успокаивается. И наши ребята, и я в том числе, занимаются разработкой новых перспективных проектов вооружения. Конкретно я занимаюсь разработкой перспективного крупнокалиберного образца вооружения, которой значительно превзойдёт существующие западные аналоги по эффективности поражения, по дальности поражения. Весной 2001 года жители Коврова взбудоражили слухи о покупке градообразующего завода имени дегтярёва крупной финансовой структуры. Под угрозой оказалось не только выполнение оборонного заказа на пулемёт «Корт», но и судьба всего города, научный потенциал которого позволял претендовать на статус «Наука Града». За короткий срок коммерсантам удалось скупить до 43% акций. Ещё немного, и в их руках оказался бы контрольный пакет. Они узнали и увидели, что есть ещё одно производство на нашем предприятии, которое достаточно интенсивно развивается, имеет достаточно устойчивые заказы и рентабельность. Это производство газового центра для нужд министерства от энергетики. Руководство предприятия вступило в тяжёлую судебную войну. В ситуацию был вынужден вмешаться лично президент России Владимир Путин. Нам удалось эту ситуацию стабилизировать, поскольку были подключены не только высопоставленные чиновники администрации, генеральной прокуратуры, федеральной службы безопасности, но и лично президент. Вообще, по большому счёту, уникальная ситуация, что президент занимался отдельно взятым предприятием, таким как завод Дегтярёва. Вмешательство президента, казалось бы, в частное дело не случайно. Именно из-за этого уникального оборудования на несколько десятилетий опережающего зарубежное аналогичное производство в США было свёрнуто. Газовая центрифуга, вечный двигатель, способный 30 лет без остановки обогащать уран. Защитив высокие ковровские технологии, государство защитило и пулемёт КОРТ, который сегодня очень ждут войска. «Разборскация rear» «Разборскация» «Газовский отезд» «Жазовский отзывы» Субтитры создавал DimaTorzok